Здравствуйте, мои дорогие приятели! Многие мои подписчики просят, чтобы я их вернула в детство, в ретро-детство. Вы знаете, я и сама не проще сюда возвращаться, особенно когда мне в руки попадает какая-то вещь, которая кричит, которая вопит о том, что «ну расскажи обо мне». И вот такая вещь сегодня попала мне в руки – это Оренбургский пуховый платок. Знаменитый пуховый платок, о котором сложены стихотворения, песни. И является этот платок символом нашей России, наравне лукжелью с дымковской игрушкой, с другими значимыми символами нашей Родины. Их много перечислять можно, но я не буду. Остановлюсь только на одном, вот этом нежном, этом красивейшем узорчатом пуховом платке. Вы знаете, он отличается от других платков тем, что выполнен из тончайшего пуха оренбургских коз. Французы в свое время пытались тоже наладить производство оренбургского, подтипа оренбургского пуха, но у них ничего не получилось. Наши красавицы-козочки, истинные патриотки оказались в теплых южных парижских французских степях. Они прекрасно прижились, но при этом разбаловались, и мех стал у них намного грубее. Пуховые платки кончайшего качества не получались. Так ведь и правильно. Видно, чтобы получить такой изысканный материал, нужно, чтобы козочки жили в зимних оренбургских суровых условиях, с их буранами, с метелями, и питались именно той растительностью, к которой они привыкли. Ну так вот, история этого платка идет аж с XVII века. За ней стояли не только замечательные мастерицы, но и даже искусствоведы, ученые. А потом уже заговорили об этом платке и в Англии, и даже стали выпускать, называлась это имитация под Оренбург, такие же пуховые платки. Но качество этих платков проверяется очень легко. Необходимо пропустить весь платок через обручальное кольцо, либо весь платок полностью в скомканном состоянии должен поместиться в гусином эссе. Именно так проверялось качество пухов. Ну а качество и красоту мастериц проверит только наш опытный взгляд женщины. Помните, как мы носили на шапочку сверху и чувствовали себя царевными? А если под шапочку сверху, снизу, то мы были книжны? Ну или просто накинуть как палантин, как сейчас я продемонстрировала вам, на черное платье а-ля Коко Шанель. И смотрится безумно красиво, изысканно, интеллигентно, нежно. Обожаю платок. Этот платок принесла мне мама, привезла. Она ездила в поездку в Китай, если вы знаете, к моей дочери. И по пути обратно в Россию купила этот платок. Я так обрадовалась. Это такое счастье иметь такое достояние. Я, конечно же, советую всем. Платок этот я, естественно, буду носить и как театральный аксессуар, который я смогу и так накидывать на плечи и демонстрировать его красоту. Могу носить его просто как палантин. А могу просто как шарфик, когда мне холодно или в ход в шутку. В любом случае, вариантов носки этого платка – безумное количество. И каждый человек волен выбирать сам, как ему нравится, что он хочет, что он видит в этом платке. Эти узоры выполнены все вручную. Вы можете себе представить, как работать с этим тончайшим-тончайшим материалом? Я не представляю. Но ведь они работают. И все получается складно и ладно. И узор получается. Есть не только белые платки, хотя они считаются наивысшего качества, потому что, естественно, отбелена шерсть и, соответственно, вот это тончайшее качество очень говорит о трудоемкости работы. Но теперь появились и цепные платки. И я сейчас вам их тоже продемонстрирую. Их до один платок. Мама купила себе, а я попросила у нее для видеоролика показать, что есть еще и другие варианты. Вы, конечно же, знаете. Но я просто напомню. Вот такой цветной палантин у меня сейчас есть. Он коричнево-желтый. Вот какой-то серо-буро-малиновый. Это не важно. Он сам по себе очень красивый. Посмотрите. Сделан он просто палантином, не платком, как белый. И мама хочет его носить именно под шубку. Как шарфик. Или куда-нибудь на выход, как палантин. Так что вот варианты разные. Смотрите, выбирайте. Если стоит у вас вопрос, что носить зимой, чтобы укрываться теплом, чтобы было комфортно. Я думаю, что у многих вопрос отпадет. И все примут одно решение. Вернуться к нашему изысканному, к простому Оренбургскому платку. Ведь качество его не только в красоте и в символизме его, да? А еще достоинство, простите, не качество, а достоинство его заключается в теплоте. Ведь это очень теплый платок. И это самая настоящая шарь. Просто традиционная шарь серого цвета, коричневого цвета. Это очень теплая шарь, вы знаете. Но вот этот вариант распушается постепенно. И становится тоже очень теплым. Очень нежным и грациозным. Так что выбор, мои дорогие, за ванне. Смотрите, выбирайте. Рассветок много. Но я почему-то всегда останавливаюсь на одной. На ретро-белом. Идем дальше. И сейчас настало время показать вам мои фотоработы. Которые я сделала при ассоциации с моими Оренбургскими пуховыми платками. Ассоциации у меня, как ни странно, вызвали они не так уж и много. И самое главное, это драгоценности. Почему-то именно пуховые платки ассоциировались в моей голове именно с драгоценностями. А не только со снежными, красивыми пуховыми настами. Ну, все по порядку. А теперь наслаждайтесь под музыку и песню Людмилы Зыкиной, несравненной Людмилой Зыкиной, Оренбургский пуховый платок. Наслаждайтесь моими фотоработами. А я говорю вам до новых встреч. С уважением. Ирина. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Чтобы ты в эту ночь не скорбела, ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ